ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Я не знаю, что они являются опытными специалистами традиционной медицины и гинекологии. Варвара долгое время работала в этой теме, но она расскажет об этом сама. Но здесь она в этой студии как раз-таки по той причине, что она пошла дальше изучения этой темы вглубь и стала изучать некие превентивные методы поддержания здорового женского состояния. Варвара, расскажи, как ты пришла к этому и немножечко о своем пути. Ты врач-гинеколог. Расскажи, где ты работала и какой у тебя опыт? Я работала почти 10 лет в практической медицине. 7 лет я работала оперирующим доктором в очень крупном стационаре нашего города, куда, в общем, достигается самая тяжелая патология со всей области нашей. Но я понимала, что, в общем-то, мы сталкиваемся с уже последствиями, запущенными зачастую состояниями. И мы уже вернуть стопроцентное здоровье человеку не можем. И для того, чтобы идти глубже, для того, чтобы смотреть, от чего все это запускается, от чего все это начинается, нужны некий действительно здоровый образ жизни, поддержание тела со всех сторон абсолютно. И я начала это потихонечку изучать. И также мой путь в медицине около 10 лет, он параллельно шел с путем в женских разных историях, как раз в женских состояниях в изучении. Я много проходила сама и стала замечать, что когда женщины занимаются собой, разворачиваются вообще к себе, заботятся не из состояния лечить болезнь, а из состояния позаботиться. Позаботиться о себе, о своем настроении и состоянии. Состояние о теле позаботиться. И вот из любви к себе заботиться. И действительно, есть ряд методик, которые поддерживают вот такие хорошие женские состояния, ресурсные, здоровые. То действительно решается очень много женских задач и действительно другое качество жизни у женщины. А расскажи, вот с какими методиками знакомилась ты, что изучала ты, что перевернуло, может быть, твое мировоззрение, да, твое профессиональное с ног на голову? Да, я сейчас очень активно изучаю. Ну, систем таких на самом деле было много, но вот хочу сейчас рассказать об одной, которая меня особенно вот сейчас увлекает. Это система, разработанная в Великобритании. Я по ней сейчас учусь. Ее автор Франсуаза Фридман. И эта система направлена на так называемую практику женского благополучия, которая включает и телесные женские состояния, и поддержание здоровой, такой очень сбалансированной анатомии, и гормонального фона, и всех биохимических процессов, и эмоционального, конечно, психоэмоционального состояния женского. И вот так все в системе получается, что женщине дает иное качество жизни, и более такое ресурсное, качественное состояние помогает женщине поддерживать себя. И самое интересное, вот немножко поделюсь, что будучи акушером-гинекологом, например, я не знала таких вот нюансов, которые сейчас узнаю из системы, которая разработана медицинским антропологом, да, то есть человеком, изучающим тело именно его строения на очень тонких механизмах. Потому что, на самом деле, акушеров-гинекологов, к сожалению, этому не учат, не уделяют этому внимания. Акушеры-гинекологи – это про болезнь, как правило. А есть вот такие меры, которые могут поддерживать, поддерживать такие состояния здоровые, качественные. Угу. Я хотела тоже вот спросить тебя такой момент, как встречала, ну, изучала методики, изучала то, чем ты занимаешься, да, сейчас. И вот речь идет там о поддержании здорового состояния мышц тазового дна. Что это значит, почему это важно, и почему, например, нам, женщины, гинекологи об этом не говорят? Угу. Ну, гинекологи, на самом деле, знают об этом. Но дело в том, что, как раз вот я уже сказала, да, что у гинекологов уделяется внимание этому в случае уже болезни и в случае уже, прям, когда требуется вмешательство, да, вот эта сфера для гинекологов. А, в общем-то, профилактикой наша медицина только-только начинает возвращаться к ней, ведь у нас была раньше система профилактики, предотвращение, поддержание здоровья, предотвращение заболеваний. Но она как-то в какое-то время ушла. А сейчас к ней возвращаются потихонечку. Но потихонечку это возвращается, наверное, скоро гинекологи будут говорить женщинам о том, чтобы они поддерживали здоровье, вместо того, чтобы, в общем, запускать тело, да, и доводить до заболеваний. Мышцы тазового дна – это целый комплекс мышц. Они находятся, они выполняют как бы дно нашего тела. Они находятся у нас вот в области дна нашего тела. Они нужны для того, чтобы все наши органы поддержать в нормальном состоянии и положении. Они нужны для того, чтобы все физиологические жидкости удерживались в нашем теле. И когда мы их укрепляем, и когда мы их сокращаем, разжимаем, улучшается кровообращение и питание тканей всего малого таза. И поддерживается здоровье наших яичников, нашей гормональной фабрики в нашем теле. И, конечно, психоэмоциональное состояние поддерживается тоже очень классно. Потому что просто, когда женщина уделяет себе внимание, уделяет внимание расслаблению, в первую очередь, тазового дна, и его здоровому состоянию, его здоровой эластичности, то, конечно, психоэмоциональное состояние женское тоже очень повышается. Ну, то есть все взаимосвязано, получается. А та методика, которую ты изучаешь, насколько я знаю, вот хотела как раз задать тебе вопрос, правильно я понимаю или неправильно, что психоэмоциональное состояние женщины все-таки влияет на ее гормональный баланс. Так ли это? Безусловно. Ведь любая эмоция, любое наше чувство, оно вызывает отклик в теле. Правда же? Мы это буквально с детства начинаем ощущать, и во взрослом возрасте тоже очень ярко это ощущаем, что все, что происходит в нашей жизни, находит некий отклик в теле. И, разумеется, вот эти телесные какие-то анатомические реакции вызывают глубинные отклики в нашем теле. Ведь, в общем-то, любые эмоциональные состояния, они вызывают и гормональный отклик. Ну, например, стресс или изменение условий окружающих среды вызывают выброс адреналина, например. Хронический стресс вызывает выброс кортизола. А когда мы через тело идем в релаксацию, то мы меняем эти гормональные пути и меняем, например, кортизоловый путь хронического стресса на окситоциновый путь такого мягкого доверия, текучести, плавности, в общем-то, любви к себе, к жизни, к окружающим. Такого здорового доверительного состояния к жизни. То есть, в принципе, используя вот эти разные методики в комплексе, да, там с квалифицированными специалистами, можно сделать вывод о том, что женщина может поменять свое качество жизни. Но у меня опять вопрос, это же дело привычки, верно? Как вот здесь настроиться? Да, я бы сказала, что это даже дело образа жизни, образа жизни, состоящего из заботы о себе. То есть это подход. В моем опыте, если женщины идут вот в какие-то системы поддержания здоровья и лечения, да, и состояние «надо» и состояние «я должна это делать, потому что, например, уже что-то произошло», да, или «потому что я там услышала где-то, прочитала, например, об этом, и мне надо», то, как правило, очень быстро это забрасывают, это не дает должного результата. А если вот женщина идет в это с удовольствием, и действительно, это то, о чем я все время говорю, что классно, если женщина учится заботиться о себе и делать это с удовольствием. И вот как раз мышцы тазового дна – это такой источник заботы о себе с удовольствием, на самом деле. Если это делать по определенным правилам, то это становится с удовольствием. И вот, на мой взгляд, если для женщины забота через удовольствие становится образом жизни, то качество жизни тоже, конечно, меняется. Ну, к этому можно прийти, да, ведь у нас у всех бывает состояние демотивации, скажем так, когда не очень хочется куда-то идти, что-то делать. А можно ли выработать все-таки в себе вот это умение жить в удовольствии? Я думаю, что да. Я думаю, что нужно телу просто показать, а как это бывает, и телу предложить выбор. И тело, оно мудрее намного, чем наша голова вечно думывающая, придумывающая, додумывающая. Я думаю, что тело, оно намного мудрее. Если оно почувствует, как можно жить вообще в удовольствии, то оно, конечно, будет это выбирать. И тогда наше сознание постепенно тоже перестроится. А что можешь посоветовать ты на опыте, наверное, своем, да, то, что вот, допустим, работает для тебя и на твой взгляд, какие методики, вот ты как эксперт по сбалансированному женскому состоянию, да, и женскому здоровью, можешь посоветовать женщинам, какие методики, не знаю, там, начинает, может быть, массаж. Ну вот, что бы ты рекомендовала, с чего начать любить себя, с чего начать жить в удовольствии? И первое, что я бы порекомендовала делать женщинам, это спрашивать себя, а как ты сейчас вообще моя девочка, как ты вот моя дорогая женщина, самая, в общем-то, главная женщина в моей жизни. Спрашивать себя, как ты, спрашивать, как я сейчас в теле, как чувствует себя мое тело, какое сейчас мое эмоциональное состояние, какого цвета мое настроение вообще. Вот через внимание к себе идти в первую очередь. И тогда тело, оно мудрое, оно само подскажет, что ему нужно, как о нем сейчас можно позаботиться. Вот это первое, с чего я бы рекомендовала всегда начинать. А дальше уже или выполнять то, что тело предлагает, да, то, что тело просит, забота какой-то, это может быть и какая-то дыхательная практика, и архитектура тела, выстраивание, да, такое равновесное, сбалансированное состояние, постановка тела в пространстве. Очень люблю эту тему и говорю, что это основа всегда всего. И это, конечно, практики с мышцами тазового дна, потому что это очень классная, глубокая релаксация и восстановление такой здоровой эластичности всех мышц и всех костных структур, поддержание в сбалансированном состоянии. И это, безусловно, и массаж, и все процедуры согревания тела, особенно важные. Сейчас вот межсезонье, да, чтобы женщина была в тепле, чтобы она чувствовала себя защищенной, уютной. Вот так. Ну, вот это такое минимум. Ну, чувство безопасности, да, такое расслабление. Некое безопасности и внимания к себе. Расслабление, замедление, концентрации на процессе, нежели на результате. И внимание к себе. В первую очередь, все делать осознанно и с вниманием к себе. Вопрос к тебе как к гинекологу, да. Сейчас в интернете, в Инстаграм, везде, в соцсетях очень много появилось методик, практик, теорий. И практик в том числе по, скажем так, прокачке мышц интимных, какая-то гимнастика определенная. Вот здесь как быть женщином и как подходить к этому, как использовать вот эти знания, которых на самом деле масса. Большинство женщин это все-таки не доктора, да. Вот как быть здесь? Во-первых, я думаю, что очень важно сказать, что любая рабочая методика, которая приносит результат положительный, она может при неверном использовании принести очень серьезный вред. Поэтому всегда нужно учитывать противопоказания и к подбору любых практик подходить совершенно индивидуально. И, в общем-то, я бы хотела сказать, что очень даже я сталкиваюсь с осложнениями того, как женщины применяют вот это из интернета. Иногда в интернете и даже в инструкциях, в какой-то аппаратуре или каким-то тренажерам для этого даются упражнения, которые повреждают женское тело и вредят, в общем, наносят вред. И потом женщины к гинекологам приходят уже с осложнениями. И мы это как специалисты видим. И очень я бы хотела заметить, что много уделяется внимания тонусу мышц. Но все-таки по той системе, которая, мне кажется, очень здоровой и рациональной, здорово было бы концентрироваться на восстановлении эластичности. Эластичность – это значит, что и способность к здоровому тонусу, и способность к очень глубокому и качественному расслаблению, то есть к балансу. Потому что, когда женщины концентрируются именно на прокачке мышц, то даже осложнения бывают. Более того, прокачивать мышцы части женщин вообще противопоказано и, может быть, даже достаточно опасно. Ну, то есть стоит посетить, прежде чем ты решишь этим заняться, да, все-таки гинеколога своего и проконцентрироваться. Знаешь, почему? Первая причина – это противопоказания, потому что могут быть у женщины индивидуальные противопоказания. Второй момент – это вот как раз не стоит концентрироваться на тонусе, а нужно концентрироваться на эластичности, то есть тонус плюс расслабление. И третий важный момент – что вот эта прокачка, которая в интернете очень модная, она, как правило, дает эффект только на один слой мышц. А на самом деле там целый комплекс мышц, мышцы тазового дна, и для каждого из них нужно подобрать особенное упражнение, которое именно этой женщине подойдет. Это вот уже третья причина, да, разные слои. Обычно, когда женщина делает акцент, прокачивает один слой, другой слой может компенсаторно дать чрезмерное расслабление, и, в общем, результат получит женщина обратный. И четвертая важная причина – что для того, чтобы восстанавливать здоровье мышц тазового дна, если мы говорим об их качественном, не просто вот накачать силу, да, а о качественном состоянии, то нам важно выстроить таз в пространстве, сделать его правильную постановку. Чтобы выстроить таз, нужно выстроить всё-всё-всё тело в баланс, в так называемый нулевой баланс, его привести, чтобы оно было архитектуру тела восстановить. Иначе не будет никогда качественного восстановления мышц тазового дна. Ну, то есть речь идёт именно о комплексном подходе, да? Да, и ты знаешь, такой важный момент, что женщины иногда думают, я почитаю в интернете, но всё доступно, ну да. Но, с одной стороны, правильно, с другой стороны, вот я как акушер-гинеколог, который практически 10 лет уже в медицине, я понимаю, что я учусь, 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 и вот эти 10 лет, в общем-то, всё время держу фокус внимания на этой теме, и всё время, даже сейчас, даже со своим опытом, даже будучи оперирующим гинекологом, всё время открываю для себя что-то новое. Что-то новое, и глубину, 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 вот в деталях тут всё кроется, на самом деле, в мелочах и в деталях. И даже я открываю, как доктор, да, с опытом для себя всё время что-то новое. Неужели интернетные упражнения? Женщине без понимания анатомии и физиологии дадут результат? Маловероятно. Для меня очень ценно сейчас беседовать с тобой на эту тему, потому что я люблю специалистов с большим опытом, и тех, кто постоянно учится, постоянно повышает свой скилл. И ещё такой вопрос в тему повышения качества жизни, да, о питьевом режиме. Что скажешь здесь, насколько это важно именно для женщины? Ой, я могу прям всеми руками проголосовать. Такое смешное есть выражение. Я прям голосую за точно питьевой режим, я всё время о нём говорю, я о нём пишу, и я его, конечно, в себе тоже какой-то был период, когда я его вводила. Он важен для всего, вот для поддержания состояния качественного, и для кожи, и для тонуса, и для здоровой работы, ну вот такой вот естественной физиологической работы нашего тела и желудочно-кишечного тракта, иммунной системы. Вот прям для всего абсолютно он важен, но тут важный момент, что женщины часто говорят, я соблюдаю питьевой режим, я много пью, но на самом деле это чай, кофе, там сок, ещё что-то, только не вода. Если мы говорим о питьевом режиме, это должна быть чистая вода. Не сок, не чай, не молоко, это пища. А вода должна быть чистой водой, и нужно правильно рассчитать норму, которую должен употреблять человек, это рассчитывается исходя из пола, возраста, роста и веса человека. Ну вот говорят, около двух литров воды нужно в день, это так. Ну, ты знаешь, на самом деле, для кого-то, да, для кого-то может быть чуть-чуть поменьше. Вот моя личная норма, например, литр 800, ею рассчитывается она по формуле, и это очень просто на самом деле сделать. Для кого-то нужно побольше воды, например, если человек снижает вес, ему нужно больше воды. Если он идёт в баню, или если он идёт на тренировку, если он говорит вот сейчас, как мы с тобой много, то нужно, конечно, больше, примерно плюс 200 миллилитров в час вот какой-то повышенной физической нагрузки, связанной либо с речью, когда потеря влаги идёт через речь, через дыхание, либо с учащённым дыханием, либо с жаркой какой-то, да, с потоотделением, если вот есть какая-то нагрузка, либо со снижением веса. Ну, вот такие вот основные моменты. Тогда нужно даже прибавлять ещё количество воды. А я хочу поблагодарить нашу гостю, Варвару Попову, за то, что она сегодня приехала, и мы очень полезно, на мой взгляд, поговорили о здоровом женском состоянии, о хорошем настроении, о любви к себе и удовольствии в себе. Спасибо большое. Благодарю. Всего доброго. До свидания. До свидания. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok